Привет, друзья! Это снова я, Олеся Медведева, и ясно-понятно, блог на канале Страна.юэй. По моему лицу вы можете заметить, что я немножко в Одессе подкоптилась, я продолжаю здесь находиться, и в первую очередь я хочу поблагодарить абсолютно всех, кто пришел на встречу со мной, которая состоялась в субботу, было очень много вопросов, было много людей, на самом деле больше, чем я ожидала увидеть во время карантина. Спасибо вам всем огромное за то, что вы были здесь со мной, и видео нашей встречи будет отдельно опубликовано на канале, поэтому не пропустите, смотрите на себя, и пусть другие посмотрят, что действительно очень много хороших людей, очень много светлых лиц здесь, в Украине и в Одессе. Сегодня же очень памятный день, 22 июня, и как вы прекрасно знаете и помните, я в этом уверена, что в 1941 году, именно в этот день, началась Великая Отечественная война. Я думаю, что тем людям, которые меня смотрят, и тем, кто подписан на канал Страна.юэй, абсолютно не нужно дополнительно объяснять, почему важно помнить эти даты, и почему важно рассказывать о них своим детям, чтобы эта память не утрачивалась. К сожалению, некоторым людям непонятен тот тезис, что самое главное — это мирное небо над головой, которого у нас в Украине на данный момент, ну не то, что совсем нет, но то, что происходит на Донбассе вот уже 6 лет, не даёт, конечно, покоя всем жителям Украины, и хотелось бы, чтобы наши политики учились на примерах истории. Ну, пока маймо-то шумаймо. Ну ладно, вы не учитесь, окей, но хотя бы давайте уважать определённые памятные даты, исторические события и символы. Но нет, не получается и с уважением. Наоборот, некоторые люди получают удовольствие от того, что делают некие провокации и считают, что они очень сильно правы и вообще молодцы по этому поводу. Вчера пользователи соцсетей очень сильно возмутил тот факт, что флаг ЛГБТКЮ, теперь уже расширенное сообщество, повесили на родину-мать в Киеве. Я хотела бы поговорить на эту тему подробнее, поэтому смотрите до конца, и всё станет ясно, понятно, с чего всё началось и чем всё закончилось. Вчера, 21 июня, состоялся онлайн-марафон за права ЛГБТКЮ сообщества, плюс там против гомофобии, против трансфобии и против дискриминации, как они это называют. Плюс в Киеве есть такая организация, которая называется Киев Прайд, и ежегодно, как вы, возможно, знаете, они проводят в том числе шествия, там ходят по Киеву, их охраняет огромное количество полиции, так инакомыслящих людей не охраняет полиция, когда они выходят на какие-то митинги и акции. А там всегда, ну я не знаю, по тысячу только полицейских охраняет вот этих всех людей, которые выходят с ЛГБТ-флагами, и вообще они там за мир, свободную любовь и так далее. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия этим товарищам пришлось перенести в онлайн, но тем не менее у них там было определенное количество активности, в том числе призывали массово писать, ну насколько их там много, писать президенту и премьер-министру о том, что вот позвольте этим людям жениться и полноценно воспитывать детей, ну а также быть защищенными от ненависти и насилия со стороны там радикалов или же еще кого-либо. Однако за пределы интернета они все-таки вышли и вчера при помощи дрона разместили радушный флаг сексуальных меньшинств ЛГБТ-Q сообщества на мече родины матери в Киеве. Этот памятник, как вы знаете, посвящен победе в Великой Отечественной войне, и вот как это было. Конечно, неудивительно абсолютно, что многие восприняли это как издевательство над памятью, как издевательство над памятником, особенно в канун дня начала Великой Отечественной войны. Как оказалось, это был такой перформанс с лозунгом «Мама понимает и поддерживает». Киев Прайд у себя описал эту акцию следующим образом. Родина, мать за равенство для всех. Большой ЛГБТ плюс флаг сегодня развивается над всем Киевом. В организации этого перформанса также участвовало креативное агентство и сеть поставщиков дронов. Они тоже высказали свою позицию, в общем, описали, почему они решили сделать это именно таким образом. Мама может принять своих детей любыми. Мама поймет их, потому что любит. Также и Украина должна принять выбор каждого человека, кем и как быть. В этом и есть равенство, уважение и толерантность. В этом и есть любовь в общечеловеческом понимании. Мы напомнили об этом вместе с Киев Прайд и Дронариум Украина символически, пронеся в небе радужный флаг рядом с монументом Родина-Мать. Если честно, у меня возникает сомнение в том, что организаторы не понимали, какой посыл и какой смысл этот монумент в принципе несет для людей. Это же не просто мать в классическом понимании, верно же? Этот памятник это образ силы духа народа, который смог победить в самой страшной войне. И подобные действия, подобные перформансы, как мне кажется, не могут улучшить отношения обычных людей, для которых важны символы Великой Отечественной войны, символы победы, символы Второй мировой войны. Они это все помнят и чтят. Вот после этого, как они могут хорошо относиться к ЛГБТ-сообществу, что это должно было и кому показать и доказать. Это больше выглядит как провокация и надругательство. Опять же, я напомню, что это произошло в канун 22 июня, дня начала Великой Отечественной войны. Касательно же самой организации «Киев Прайд», я ее деятельность помню еще со времен Януковича. Тогда им не особо препятствовали, но видим, собственно, результат, какой он есть. Эту организацию активно поддерживает посольство США в Украине, а также другие посольства западных стран. Существует оно за гранты иностранное финансирование от Фонда Возрождения в 2019 году. Эта организация получила только почти миллион гривен на свое существование и деятельность. В этом году не только западные структуры поддержали «Киев Прайд» и его акции, но и «Приватбанк» выпустил соответствующую карту. Если кто-то уже ей воспользовался, пишите в комментариях, интересно, как вам. Также «Киев Прайд» поддержал и Макс Нефедов, это бывший глава украинской таможни. Вот, собственно, про него давно очень ходят слухи, ну и вот, а в очередной раз он себя проявляет. Также повесили этот флаг ЛГБТ-Кью или ЛГБТ-Плюс, по-разному это все называют, и над Верховной Радой. Но там он, знаете, как-то более органично, что ли, смотрится, более привычно. Обычно в Украине традиционно против ЛГБТ, скажем так, даже резко против, выступают либо православные, либо же радикальные националисты. Ну, если православные просто против, то националисты часто прям нападают. Но в этом году этот перформанс с Родиной Матерью задел как раз тех людей, которые никаким образом не препятствовали ЛГБТ-марафонам, ЛГБТ-Плюс, Прайдам и Шествиям, а тех людей, которые просто чтят память Великой Отечественной войны. Поэтому в сети начались волнения, потому что в памятник Родина Мать люди вкладывают совсем другой смысл, как я уже говорила. Не защиты каких-то сексуальных меньшинств, а защиты, собственно, Родины. Эти люди отправились в комментарии на страничке Киев Прайд и были там справедливо беспощадные, скажем так. Вы еще лучший день найти не могли, завтра 22 число. Очень некрасивый и неуважительный жест. Это надо так притягивать еще большую антипатию подобными действиями. Вы уверены, что ваша цель – формирование позитивного, положительного образа ЛГБТ, а не наоборот? Ну, а парахаботы и, конечно, всякие нацики обрадовались этой теме, сказали, Вот, наконец-то, горит ватка по этому поводу. Значит, все правильно делают. ЛГБТшники просто красавчики и готовы их расцеловать. Может, они им просто свои? Сегодня также очень интересная ситуация произошла с Зеленским и Порошенко. Оба высказались касательно 22 июня. И между ними произошло, знаете, такое своеобразное соревнование о том, кто же назовет более раннюю дату начала Второй мировой войны для украинцев. Правда, вот, исторические изыскания обоих сегодня выглядят абсолютно неуместно. В день нападения Германии на СССР. И именно этот день подавляющее большинство украинцев считают днем начала войны для украинцев. Зеленский начал свое обращение по 22 июня со слова о том, что война для украинцев началась, на самом деле, в сентябре 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Порошенко пошел еще дальше. Он сказал, что для украинцев Вторая мировая война началась в марте 1939 года. Кто раньше? Делайте ставки. Когда первые выстрелы прозвучали на Закарпатье. Вот только что это за выстрелы были, он не уточнял. Зато сразу перешел к сговору Сталина Гитлера, то есть к пакту Молотова-Риббентропа. Между тем, события в Закарпатье марта 1939 года никакого отношения к пакту Молотова-Риббентропа не имели. И иметь бы не могли, потому что произошли за полгода до его заключения. В марте 1939 года Закарпатье аннексировало Венгрию по договоренности с Германией. Это было частью процесса расчленения Чехословакии. И запустил его не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенский сговор Германии, Франции и Англии. По которому Чехословакию фактически заставили капитулировать перед Германией. То есть. Другими словами, Порошенко заявил, что войну в Украину принесла Франция с Англией, вступив в сговор с Гитлером. И, в общем, Петр Алексеевич может так и доиграться с историей. Западные партнеры могут его не понять. Тут он как-то берега прям попутал. В общем, интересный такой конфуз случился. Вот такие вот дела, друзья. Ну, а я призываю, опять же таки, всех помнить эту дату, 22 июня, когда началась для нас с вами Великая Отечественная война. Я буду помнить, мои дети будут помнить. Я уверена, что и ваши тоже будут помнить. А за ними и их дети. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна Юэ. Не забывайте подписываться на нас, оставлять свое мнение в комментариях. И делиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok